И снова здравствуйте в наш юбилейный 10 сезон Наша уникальная телеигра для школьников Причем не для школьников Интеллектуалов, сейчас модно говорить А просто для умных и сообразительных ребят Которые что-то знают, что-то хотят узнать Стараются пользоваться логикой, сообразительностью Ну и так далее, и так далее Так вот, наша уникальная игра возвращается к другим Как-то удачным своим ходам Своим удачным, сейчас говорят, проектам Вот мы решили вспомнить, как к нам много раз приезжали наши братья-славяне С родной Украины Сегодня справа от вас в синих шарфах Красивые, молодые, с красивыми гербами В синих шарфах Игроки клуба интеллектуальных игр Клио из Нежина, Украина Выводит их на игру капитан Владимир Самойлов, а вообще их морально окучивает в далеком заснеженном Нежине Василий Николаевич Сурков, за что ему огромное спасибо И от команды тоже Клубу Клио из Нежина сегодня противостоит гомельский клуб Белая Рысь, ну который в рекламе не нуждается Ну а сегодня капитаном Родион Полевой, член интеллектуальной телевизионной династии Полевых Родион Ну что ж, начнем наша международная игра Чернигов против Гомеля, Украина против Беларуси Вперед, поехали! И сразу первый вопрос к Владимиру Самойлову Владимир, капитан команды Клио Ну кто у вас самый доверчивый или самый интуитивный? Кто может спокойно сказать да или нет ведущему прямо в лицо? Думаю, это сможет сделать Андрей Андрей, великолепно Родион С этой задачей великолепно справится Маша Итак, Андрей против Маши, вперед! Андрей против Маши Блеф, игра Да или нет? Поехали Верите ли вы, что? Афоризм «Время, деньги» принадлежит миллиардеру Рокфеллеру Маша Да Что вы? Что вы? Хотя руки у них загребущие, но мозги у них не очень-то рабочие Это придумал общественный деятель, поэт, изобретатель Бенджамин Франклин Теперь вы это знаете Играем Верите ли вы, что Владимир Иванович Даль называл своим учителем Пушкина? Андрей Да Да как он мог его называть учителем, если они были практически ровесниками? Даль называл своим учителем русский язык и русский народ Играем Верите ли вы, что есть такая примета? Кошка умывается к дождю Андрей Да Господи, какие-то у вас странные на Украине кошки Наши белорусские умываются к гостям Играем Верите ли вы, что о «Бремени белого человека» написал Джек Лондон? Андрей Да Молодец Неправильно На самом деле о «Бремени белого человека» написал Редьярд Киплинг Почитайте Играем Последний вопрос У нас уникальная вещь У нас может быть на облеф игре быть 0-0 Играем Верите ли вы, что другое название бледной поганки Зеленый мухавор Маша, у вас фальстарт За этим очень строго следит наш электронный судья У Андрея шанс ответить Да Ну, наконец-то случилось 5-0 Блеф, игра закончена Сейчас прозвучат темы пяти боев игры дуэльной 5 поединков лицом к лицу очных дуэлей Итак, внимание Первый бой – время, деньги Второй бой – учителя и ученики Третий бой – звери и птицы Четвертый бой – цвет и свет Ну и пятый – многозначные слова и аммонимы Называется это и то, и другое У вас ровно 5 секунд, чтобы решить, кто оккует Тема на себя готов взять Вперед! Анна дает последнее указание Владимиру Самойлову Родион снисходительно посматривает на соперника Ну, посмотрим, посмотрим Итак, внимание Владимир Время – деньги Кто у вас разбирается и во времени, и в деньгах? Деньги – это ценность Я иду Хорошо Самая большая ценность в команде – это капитан, вы правы Родион Время не теряет зря Лена За это она получит деньги, я так думаю Вперед! Время – деньги Поехали В своей теории относительности он связал время, но не деньги А время и пространство Эйнштейн Эйнштейн плюс 5 Это валюта самого известного предательства Лена Сребреники Сребреники, да, иуда получил 30 сребреников, вы правы По мнению Бальзака, оно – это капитал работника умственного труда Владимир Время Время, вы правы Отлично Плюс 5 Говорят, что за морем она стоит полушку, а вот перевоз рубль она Учите поговорки за морем – телушка, полушка, да вот перевоз дорог Играем Шеф из фильма «Бриллиантовая рука» советовал не терять время, когда видишь их Да Деньги Куй железо, не отходя от кассы, если видишь деньги, не теряй времени, браво Итак, счет 15-10 в пользу гамелян Следующий бой, вперед! Второй бой у нас учителя и ученики Владимир Кто у вас самый способный ученик? Будущий учитель Илья Илья, потерпите, я понимаю, что вам хочется рвануть к доске и что-нибудь спросить у нас Вырвать у меня указку Родион, кто у вас? У нас будущий учитель – это Ксения Итак, Илья против Ксении, вперед! Учителя и ученики Как известно, учеником философа Аристотеля был полководец Александр Македонский Это правильный ответ, плюс 5 Леонардо да Винчи называл художников учителями А вот учительницей учителей считал ее Ну, она Кто учит вообще людей больше всего? Да! Книга Книга! Логично, но неправильно Ксения будет отвечать Попробую сказать скульптуру А лучше всего людей учит жизнь И вы это скоро поймете Я думаю, вы это уже поняли Играем В начале 19 века в Александровском лицее, где учился Пушкин, нельзя было пороть учеников А сколько еще учебных заведений с таким запретом было в то время в России? Ну? Ну? Да Больше не было Больше не было, вы правы! Отлично, Илья! Великолепный ответ Единственное, где росло непоротое поколение Играем Польский педагог Януш Корчак назвал ее Возможностью отыскать себя в человечестве и себя во времени О чем речь? Ксения? Наука Наука, понятно Играем, Илья Она, это? Учеба Понятно Играем, ребята Это игра Возможность отыскать себя в человечестве Внимательно слушайте ведущего Продолжаем Когда простой кёльнский учитель Георг Ом Опубликовал статью об открытом им законе Администрация сделала с ним это А Георга Ома уволили Ты простой учитель Что ж ты летишь в высокие научные эмперии? Вот так бывает Итак, счет 20-15 в пользу Гомеля Разрыв небольшой Следующий бой, вперед! Итак, звери и птицы Владимир Самойлов Кто у вас недавно был в зоопарке? Недавно в зоопарке была Аня Аня или Брэма там она листала Родион у вас? Я сам пойду на эту тему Анна против Родиона, вперед! Поехали! Звери и птицы Так называют человека Который способен превращаться в зверя Родион? Думаю, что это оборотень Оборотень, да, конечно Если бы мне ответили волкалак Или что-нибудь подобное Я бы тоже это, естественно, принял Продолжаем Это, так сказать, птица Есть у каждого Даже самого маленького начальника Секретарь Это правильный ответ, конечно Играем На самом деле Ной выпускал двух птиц Голубя и его Но вернулся только голубь Родион? Думаю, что это был ворон Ворон, да, хорошо Библию знаете, отлично Такую птицу, начиная с 1986 года Получают лучшие знатоки Родион? Это хрустальная сова Это правильный ответ Анна, я в вас верю Она в Египте была не только священным животным Но и охотничьим зверем Анна, у вас фальстарты Рыдаем вместе с вами Родион, есть шанс Думаю, что это была кошка Это была кошка Вы абсолютно правы И капитан команды Гомеля Капитан Белой Рысь Продвинул свою команду Значительно 40-20 Кто отомстит за Анну? Вперед, следующий бой Четвертый бой Цвет и свет Владимир, кто пойдет мстить? У нас весьма хорошо Светится Цветет Егор Егор Понятно Кто светится у нас В команде Белая Рысь? Будущий директор Атомной электростанции В островце Это Дарья Хорошо, вперед Ну что ж Нажмем на кнопочку Посветимся И покрасимся Поехали Книга Бытия Глава 1 Стих 3 И сказал Бог Да будет свет И что произошло? Даша Он создал Вселенную Создал Вселенную? Ничего подобного И так сказал Господь Да будет свет Что после этого произошло? Появился свет Появился свет И стал свет Конечно же Этот цвет Упоминается При описании Яблока Апорт Гриба Подосиновика И томагавка Для объявления войны Цвет Ну Прошу Красный Красный Красный, конечно Что бояться Средства Средства Массовой информации Собирающие Слухи и сплетни И копающиеся В грязном белье Называют Желтая пресса Это точный ответ Да Это желтая пресса Капитан корабля Пегас Конечно Не был новичком В космосе Но тем не менее Носил Такую фамилию Да Зеленый Зеленый Тайна Третий Поэты Чудный Мультик Играем Они В окнах Создают Игру Окрашенного Света В интерьере Красота Что же такое В окнах Создает Игру Окрашенного Света Что же нужно Вставить туда Да Рамы Рамы Ну да В принципе От рам Такой цвет Пойдет играть По интерьеру Даша Может вы знаете Это шторы Шторы Ну вот Как задернешь Сразу там Цвет Ребятушки Витражи 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 Разноцветные стекла Изображение Из разноцветной Мозаики Это витражи Теперь вы это знаете Итак 45-35 Я поздравляю вас Хоть не уверенно Но очень лихо Очень мощно Сыграл человек Следующий бой Вперед Последний бой Последний бой Дуэль игры Владимир Кто у вас Разбирается В аммонимах И многозначных словах Бой И то И другое Хороший филолог Андрей Хороший филолог Андрей Да Если у него Знание филологии Такой же Как его интуиция Да Мы услышим Много интересного Родион Кто остался У нас осталась Маша Итак О господи Они созданы Друг для друга Маша против Андрея Вперед И то и другое Это и опора Моста И домашние животные Крупный рогатый скот Опора моста Это бык Поздно Играем В быту Емкость Для мусора А в науке Машина Для изучения Элементарных частиц Большой адронный коллайдер Маша Бак Бак Конечно Прекрасно Это и учитель арифметики В Древнем Риме И простое Вычислительное устройство Маша Счеты Счеты То есть Учитель Счеты называли Понятно Может Андрей Калькулятор Отличный ответ Прекрасно Это и дерево И просторичное название Лэптопа Вот того что у меня стоит на столе Итак Дерево И вот он Родной Планшет Планшет Это не планшет Маша Это ноутбук Итак дерево Яблоко Яблоко Понятно Вот это что Яблоко Это ноутбук В просторечии Бук Как и дерево Играем Иногда это конец Шахматной партии И всегда То Чего не должно Быть В приличном Обществе Мне кажется Это мат Вам правильно кажется Абсолютно правильный ответ 55-40 Маша чуть-чуть Вывела свои команды вперед Я думаю С Андреем Вы найдете О чем поговорить После игры Удачи вам Вперед Тест игра Тест игра Ну Вы знаете Когда приезжают гости Накрывают на стол Звучит музыка Вот сейчас Музыка для гостей Будет звучать у нас В нашей тест игре Три варианта У нас будет Три лица Три великих композитора Которые являются Частью европейской И мировой культуры На экране у вас Три лица Буква А Это Петр Ильич Чайковский Буква Б Это римский Корсаков И буква С Это Глинка Вот подписанные Аутентичные Что называется Портреты Нужно будет Тех и тех Трех композиторов Ксения Итак Егор Против Ксении Вперед Итак Егор Интимный вопрос Для вас Вы хороший Меломан Что вы слушаете В самом деле Рок Рок А конкретнее Разный рок Разный рок Понятно Любимая группа Рамштайн Рамштайн Конечно Ксения Вы с детства Слушаетесь Трех композиторов Да Как сказал Родион Понимаю А кто из них Любимый ваш Чайковский Чайковский Великолепный Вот и начнем Итак Внимание По стартлампе С фальстартами Электронный судья Бдит Итак Слушаем спокойно Отрывок Загорается лампа Мы нажимаем На кнопку Итак Прошу Первый отрывок Ксения была раньше Этот отрывок Написал Петр Ильич Чайковский Это лебединое озеро Танец маленьких лебедей Отлично Плюс 10 очков Прошу Второй трек Предположу Что это вариант Б Нет Это не вариант Б Прошу Вас Юр Это Глинка Глинка Вы считаете Глинка На самом деле Это Марш Черномора Из оперы Руслан и Людмила Ее автор Глинка Разумеется Плюс 5 очков На подборе Прошу Третий Третий кусочек Музыки Это Поля Цемеля Написал Римский Корсаков Великолепный ответ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Славься, славься, наш русский царь Господом дань И на царь Государь Да будет Безвестный Тотцарский Бон Третий Синя Чайковский Да нет, не Чайковский Это Егор У вас есть шанс Глинка Глинка Это знаменитая Славься Из оперы Иван Сусанин Глинки Плюс 5 очков Егор Зарабатывает И последний отрывок Прошу Егор Это Чайковский Может скажете откуда? Нет Это вальс цветов Из щелкончика Егор Вы совершили прорыв 70-65 Вывели команду Нежина Вперед У нас следующий бой Славься, Граф Вперед А кто разбирается В великих Европейских художниках? По картинным галереям Ходила Аня Ох, а нас Аня И по зоопаркам И по картинным галереям Когда научиться успевает Родион Кто у вас Знаток живописи? У нас Могу сказать так про Елену Хорошо Итак Анна против Елены Вперед Жать ничего не нужно По очереди Вы выигрывающая команда С вас начинаем 10 слайдов По очереди Правильный ответ Плюс 15 На подборе 10 Анна Не волнуйтесь Начнем с вас Хорошо Репин Репин А Леночка Может вы? Так Хорошо Начали А вот Лена Несколько Правильных букв Угадала Анна Это ж Тарас Шевченко Неужели не узнали? Вот так вот Могла Анна На родном художнике Заработать 15 очков Но Есть шанс Улина Прошу вас Следующий слайд Леонардо да Винчи Петруянский человек Плюс 15 Анна Играем с вами Айвазовский Великолепная картина Называется Среди волн Прекрасно Анна Плюс 15 Елена Играем с вами Будем считать Что это Репин Репин Приплыли Анна Может вы скажете Лунная ночь На Днепре Архип Куинджи Теперь вы это знаете Анна Играем с вами Красивая женщина Правда? Актриса Жанна Самари Между прочим Не Да Лена Может вы Это Ренуар Это Огюст Ренуар 10 на подборе Прекрасно Леночка Елена Играем с вами Прошу Это Сальвадор Дали Ну конечно Кто не знает Этих текущих часов Анна Ответьте Анна Нет Три Две Одна Лена Это Моне Да Это Клод Моне Картина Импрессион Которая Впечатление С которой собственно Не учился Импрессионизм Прошу вас еще Лена Шишкин 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 Рож Вы правы Да Анна Ну Пламенный Испанец Ответивший На гибель Одного из Городов Родной Страны Ну 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 Команда Прямо вот Не по тем Видных Это вам Она рассказывала Что ходила В картинной Галереи На самом деле Она ходила В зоопарк Прошу Это Пабло Пикассо Пабло Пикассо Замитая Герника Конечно же Плюс 10 Лена Спасибо У Анны Есть шанс Еще вы начинали Ну Это не Шевченко Явно Сразу говорю А раз не Шевченко Значит Репин Картины Репина Не ждали Конечно же Итак 140 95 Лена Шакуто Блестяще Сыграла Все таки Сказались Участие В некоторых Других Проектах И тренировки В клубные Анна Я вам советую В Киеве Великолепная Картина Глия Ну и еще В европейских Городах Съедите В Барселону В Париж В Мадрид И вам будет хорошо Удачи вам Следующий бой Вперед Обычно На нашу Рейск Игру Где Неправильный Ответ Штрафуется 20 очками Выходят Самые сильные Самые мощные Самые стабильные Самые эрудированные Игроки Обычно Это капитаны Владимир Самойлов Нежин Я не прав Я Хорошо Родион Полевой Я пойду тоже Итак Владимир Против Родиона Капитанский бой Вперед Время Деньги У нас соответствуют Вопросы Темам игры Дуэльной Время Деньги Как заявил Император Веспасиан Деньги Не обнаруживаются Этим Из пяти чувств Прошу Не пахнут Да Обонянием Они не обнаруживаются Вы правы Плюс 20 очков 140-115 Играем Учителя И ученики Христос Однажды Польстил Своим ученикам Назвав их Этим Пищевым Продуктом Каким же Продуктом Назвал Христос Своих учеников Ну когда я был Сержантом Я обзывал Там И салом И мясом Ленивых курсантов А вот А он сказал Вы Соль Земли Теперь вы это знаете Звери И птицы Звери То же Что и млекопитающее Но нередко Зверями Называют Только Таких Млекопитающих Родион Хищных Это правильный ответ Да Свет И свет Владимир У вас есть шанс Эти два слова Образный Синоним Понятия Очень Рано Два слова Свет С первыми лучами Света С первыми лучами Света Не говорят так Родион Будет отвечать Нет У меня нет ответа У вас нет ответа Я поднял сегодня Чуть Свет Вот теперь Вы это знаете И заканчиваем И то и другое Это и музыка И судьба Предположу Что это рок Это рок И судьба Выводит Победителей Сегодняшней игры Команды Гомера Перед игрой Чтобы немножко Мотивировать Наших украинских гостей Я сказал им Если вы Не дай бог Проиграете Я почему-то верил Что победа будет за ними В шутку так сказал Сборную Международную На следующей игре Возглавит Ваш руководитель Ваш тренер Василий Николаевич Сурков Так что В следующей нашей игре В следующей нашей Международной игре Будут две Интернациональные сборные Капитаном Одной из них Будет Василий Николаевич Сурков Изнежин Великолепный игрок Великолепный тренер А вот кто будет Вторым капитаном Кто будет В этих сборных Ну что ж Смотрите нас Включайте нас Заходите на ТВР Гомель Точка Бай Ну и вообще Как помните Смотрим пятерку Получаем десятки Играем Редактор субтитров А.Семкин